Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Сегодня в пять часов утра по московскому времени Байден таких дел наворотил на Капитолийском холме во время обращения Конгрессу США, что одного этого цирка хватило бы на целую мясорубку, но мы, разумеется, и другие новости тоже обсудим. Впрочем, это мы, а вот для Байдена нет. Не было и не будет, похоже, важнее новостей, чем реклама новой книжки его драгоценной супруги. Это же надо было додуматься. Прийти на Капитолийский холм для того, чтобы зачитать послание Конгрессу США и прям там же, в здании, начать пиарить книжку любимой жены. Уже давно есть ощущение, что Байден живет как в последний день, о будущем особенно не задумывается и творит все, что хочет, но чтобы до такой степени. Можно ли себе представить, чтобы любимые западные иконы, Черчилль или Рузвельт, устроили подобный цирк? Дорогие сограждане, страшная угроза нависла над нашим отечеством. Гитлер наступает. Не посрамим же честь предков, защитим наши ценности и нашу демократию. Покупайте книгу моей любимой жены и учитесь шить платье и готовить барбекю вместе с ней. Господи, благослови Америку. У них же там сейчас сошлось все и сразу. Угроза дефолта, причем это признают уже не только политики, но и руководители крупнейших банков. Горячие точки на карте мира. В стане союзников по НАТО разброд и шатание. Никак не могут несчастную Швецию принять в альянс. А он книжку жены решил пиарить. Вот просто нет других забот у страны в данный момент, кроме как поднимать продажи издателям его супруги. Впрочем, супруга там и сама отжигала так, что мало не покажется. Шла по залу заседаний, поздоровалась с мужем вице-президента, поцеловалась с ним в губы. Серьезно. На глазах у всей страны жена президента США поцеловалась в губы с мужем вице-президента. Куда катится эта планета? Мало нам было их трансформеров, так еще и ненавязчивая богемность высших руководителей государства. А мы-то еще Британию упрекали за распущенные нравы и скандалы в королевской семье. А там, надо же, еще все было благопристойно, оказывается. Им хватало ума хотя бы делать это все за закрытыми дверями в приватном порядке. А эти на важнейшем государственном событии под прицелом всех камер мира. Кстати, может их кто-нибудь разобрать по номерам? С Джилл Байден, конечно, все понятно. Она первая леди. Хотя, если бы президентом вдруг выбрали женщину, то как бы звали ее супругу в таком случае? Первый джентльмен? Но еще интереснее, как же полагается тогда звать мужа Камалы Харрис? Второй джентльмен? Короче, первая леди США и второй джентльмен США целуются в губы. Это теперь так принято, не обращайте внимания. Кстати, на Западе теперь вообще много на что не рекомендуется обращать внимания, а точнее говоря, строго запрещено. На Западе теперь создают официальное министерство правды, как раз для того, чтобы никто не обращал внимания на то, на что не положено. Об этом с огромной радостью сообщил Жозеп Боррель, что в их цветущем саду отныне вводится централизованная цензура, которая будет жестко следить за тем, чтобы цивилизованные люди, живущие в Евросоюзе, знали и говорили не больше, чем это сочтет необходимым их руководство в Брюсселе. На конференции, посвященной борьбе с дезинформацией, он заявил, «Я хочу вам сообщить о создании нового централизованного ресурса для сбора информации по угрозам иностранным информационным манипуляциям. Этот центр позволит делиться информацией, опытом и знаниями аналитиков. Это долгосрочная борьба, нам необходимы инструменты. Это необходимо, чтобы лучше защитить наши демократические общества от дезинформации». Вот с этого места, как говорится, поподробнее. Какие, какие у вас там общества? Демократические? Серьезно? Вы создаете министерство правды. У вас в Германии спецслужбы страны официально следят за депутатами от партии «Альтернатива для Германии». У вас в Европе депутаты от этой партии официально не могут занимать никакие государственные должности, быть судьями, служить в полиции, прокуратуре и так далее. И вы еще будете рассказывать кому-то что-то о том, как надо демократию насаждать? Впрочем, демократия, как оказалось, это в первую очередь очень широкий набор двойных, тройных и прочих стандартов, в которых невозможно разобраться без лошадиной дозы эта другина, с которого в Брюсселе, судя по всему, даже и не слазят. Потому что, вдумайтесь только, когда в Европе закрывали российские СМИ, это увеличивало свободу слова. Ну правильно, а как еще-то? Чем меньше СМИ, тем больше свобода слова. Наверное, сам Оруэлл в гробу перевернулся. Правда это ложь, ложь это правда, закрытие СМИ это свобода слова, правда потом оказалось, что это только в Европе. А вот когда в России начинают применять закон о СМИ и на агентах, то это уже почему-то свободе слова мешает. Евросоюз активно поддерживает независимые СМИ, которых в России называют иностранными агентами, поскольку они пытаются говорить правду, заявил Баррель на все той же конференции по борьбе с дезинформацией. «Мы на стороне российских независимых СМИ, защитников прав человека и гражданского общества. Я не могу раскрывать детали, но поверьте мне, мы поддерживаем их не только на словах, но и на практике». О том, как европейские якобы независимые СМИ уже больше года не задают ни одного неудобного вопроса своим политикам, как вся эта демократическая пресса в упор не видит противоречий в их заявлениях и равнодушно проходит мимо откровенного вранья, мы говорили неоднократно. Впрочем, Барреле можно понять. Когда ты всего за пару лет обрушиваешь уровень жизни людей от легендарного до такого, что уже тараканов и саранчу есть одозволяется, а в квартирах рекомендуют устанавливать 15 градусов тепла, тут уже не до свобода слова. Тут нужны только очень прикормленные и преданные журналисты. Вот и получается, что когда иноагенты в Европе пишут статьи на деньги других стран, это для Барреля плохо, это покушение на демократию, он считает. А когда иноагенты в России на деньги самого Барреля пишут всякую чушь про нас, это уже хорошо, это и есть демократия. Кстати, что касается юмора и приколов, то надо отдать должное. Республиканцы вообще перехватывают знамя веселого и бесшабашного пиара у демократов. Раньше как-то считалось, что это на стороне Байдена и Обамы находятся Голливуд, СМИ, соцсети и все политтехнологии. А значит, у них и весь креатив, все самое умное и интересное. Оказывается, уже нет. В коридорах Капитолия служба безопасности заметили белый аэростат. Оказалось, что таким образом решила поприветствовать президента США республиканка Мерджери Тейлор Грин. Пришла с белым воздушным шариком в руках с самым невинным видом и гуляла так в святая святых Америки. А когда силовики попытались робко возразить, она сказала, а что не так? Вы разве не слушаете отчеты своего же президента? Ведь в Белом доме сказали, что китайский зонт это просто пустяк, о котором Трампу даже не докладывали. Вот и у меня просто невинный воздушный шарик. Занимайтесь своей работой и не мешайте. Ну, молодец, что еще сказать. Наш человек. Так и надо отвечать на глупость властей. Там же сегодня Байден поднял крик о том, что он поставил на место Си Цзинпина якобы. Интересно, в курсе ли сам Си Цзинпин, что его кто-то сперва трогал с положенного места, а потом возвращал обратно? Суть не в этом. То есть все вот это многодневное позорище, которое наблюдал весь мир, про то, как они сперва все боялись сбивать мирный китайский шарик, потом все же его сбили, причем сбили со второй попытки, что известно официально, а также, судя по всему, уже над нейтральными водами, на что не имели никакого права, это чуть менее достоверно. Просто после неудачной первой попытки там уже объективно не хватало времени и, скорее всего, да, американцы нарушили в очередной раз международное право, но это никого не удивляет уже. И вот этим всем Байден поставил Си Цзинпина на место? Самое забавное, что последние два дня сама же администрация США старательно доказывала, что подобные шары – это пустяк, что при Трампе они минимум трижды летали над Америкой, и об этом даже не докладывали президенту. Хорошо, пустяк, это мы поняли. И как же вы тогда поставили Си Цзинпина на место, сбив этот самый пустяк? И зачем вы из-за такого пустяка, о котором даже Трампу не докладывали, отменяли визит Блинкина в Китай? Заврались вы, ребята, выше крыши, до последней степени уже. И похоже, что никакого Белого дома вам в 2024 году уже не видать. Слишком уж много вранья и провалов. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.